И потом ответы на вопросы от членов правления компании Skyward Community. Сегодня у нас в гостях, друзья, находятся члены правления Владимир Маслов, Франтишек Соларий, Ирина Волкова. Я благодарю вас за сегодняшнюю помощь и поддержку. И хочу сделать маленькое объявление. Мы решили сделать презентацию... Здравствуйте, приветствую, Франтишек. Мы решили сделать маленькую презентацию, 15 минут на грузинском языке, чтобы не терять время много на перевод. Потому что еще вчера у нас в азербайджанской команде была уникальная презентация от любого нашей партнеры. И из-за того, что наша презентация очень часто проводим и на русском, и на грузинском, мы решили 15 минут сегодня сделать грузинскую презентацию, а потом уже перейдем на русскоязычную, так сказать, презентацию, которую вы уже будете продолжать, наши члены правления. Наши гости и партнеры могут вопросы, еще могут добавить, как я спрашивала, можно добавить вопросы в чат, если на грузинском будет переведено эти вопросы. Нам поможет наш партнер Давид Гатенадзе. Просто маленькая презентация на грузинском языке я буду проводить сейчас. А остальные наши партнеры с азербайджанской командой, они присоединятся еще через 15 минут. Ну, мы так договорились, так решили. Так что спасибо за присутствие, вашу поддержку. Мы начнем презентацию 15 минут, и потом уже перейдем, так сказать, ответы на вопросы в нашем целенаправлении. Спасибо. Мога салмей, мы будем мегубрировать. Раткман, у тебя карту, лэназе, у тебя чатар, где шо и не презентация, а я, митомбру, сакартолос гунди, ярыс дилит, а димонателия, и ляг, тумцая, царь, алиэнк, аркиярум, азербайджанели, мегубрировать, шо и не ариан, джес, стумбраток, и джес, шо и могу ерт, деби, антхон. Джес, чо и не чава таре, где мога лэппрезентация, джес, чо и не компаний, сахели, укувэ, декембридан, ребрендинг, ищем, дек, арри, sky вод, комьюнити, и сарри, цена, джанлиян, альгишем, тхов, ару десац, абсолютно, даму, кэдобла, тихо, амс, компания, могу, дебаз, сайта 4-со базарзе, дай, 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 пункция, ару, гурцасет, даму, кэдобелия, И в последнее время, что очень интересная информация, была уникальная компания. Когда мы видим, что все это не сомневается, когда мы видим, что это не сомневается, а вот ситуация с технологией, то мы видим, что мы сомневаемся с темой, это проект, который мы можем сомневаться, что мы можем сомневаться с помощью, Продолжение следует... 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 Здесь вы видите рейтинг всемирный. Вы можете видеть, что 432 участников – это количество участников в месяце апреля было в этом системе. И здесь есть призовой фонд. Каждый месяц будет новый призовой фонд. Это значит, что когда будет более количество участников, более количество инвестиций, этот призовой фонд будет больше. Это как джекпот. А вы здесь видите, что с 10 людей 8 из Вьетнама. А первый человек получил 30% с этого призовой фонда. Это 2875 долларов. А очень хорошие деньги. И другой человек получил 20%, третий 15%, 8% и так далее, и так далее. Десятый получил 2%. А представьте себе, когда здесь будет количество тысяч людей, и этот призовой фонд будет 30, 40, 50, 100 тысяч. И каждый месяц. И каждый месяц эти деньги будут признаны в десятой воле хорошим инвестором мира. Когда бы здесь было сейчас 100 тысяч, 30 тысяч получает тот, кто занимал первое место. 20 тысяч в другом месте, 15 тысяч в третьем. Мы сейчас начинаем. Я вас очень прошу, открывайте ваш личный кабинет, зайдите и нажимайте кнопку Level Up и посмотрите все условия, которые там. Какие условия нужно быть сделаны? Очень, очень маленькие условия. Это значит, человек, который хочет участвовать в этом системе, ему надо, чтобы он был верифицирован. Ему должны быть личные инвестиции. У него 200 долларов. И исторически тоже. Когда вы перед одним годом, перед бумагой или в прошлый год заинвестировали 200 долларов, все хорошо. Вы можете участвовать в этом бонусном и мотивационном системе. Но каждый месяц вам нужно зарегистрировать одного нового партнера, которому нужно сделать тоже 200 долларов инвестиций. Почему это сейчас очень выгодно? В ЗИА говорила о системе Step Up. А что я делаю? Что я предлагаю всегда, когда я сейчас регистрирую нового человека? Я ему скажу о новом возможности инвестициях с дисконтом 1 куста Step Up в 1200 долларов. А я ему скажу, этому новому клиенту, вам нужно инвестировать 200 долларов по 7 дней от вашей регистрации. А он спрашивает, почему? Но когда я сделаю эту инвестицию как разручку, там я каждый месяц не надо инвестировать только 100 долларов, а нет 200. Я ему скажу, но когда вы инвестируете сейчас 200 долларов, вы участвуете в огромном очень хорошем мотивационном системе и вы можете получать очень хорошие призы и вы можете получать дополнительные деньги. Этот новый человек первый месяц, первые 7 дней от регистрации он инвестирует 2 взноса. Он уделяет 2 взноса, 100 долларов и 100 долларов. А я ему скажу, я вам помогу зарегистрировать под вас нового человека и ему скажу то самое, что я вам сказал. И когда этот ваш новый человек будет инвестировать 200 долларов, вы полностью участвуете в этом месяце в системе Level Up. Это очень-очень хорошая комбинация вместе Step Up и Level Up. Спользуйте с этим системой, потому что сейчас вы с этим системой можете заработать очень-очень хорошие деньги. Я не буду рассказывать сейчас, как начисляются баллы. Посмотрите это в вашем личном кабинете. Я хотел сегодня вам сказать, что в разделе с личным прогрессом вы можете обменять заработанные баллы на призы, которые соответствуют определенным суммам. Выбрав награду, вы получите соответствующую сумму на ваш бонус низчок. Но накопление баллы влияет на ваше место в двух рейтингах, как я сказал. Рейтинг в вашей стране и рейтинг в мире. В каждом месяце участники, занявшие призовые места в рейтингах, получают бонусы. Бонусы в рейтинге по стране. Открите ваш личный кабинет, там есть все условия. Как вы можете получить баллы, за сколько investений, сколько баллов вы можете получить. Посмотрите, пожалуйста, в вашем личном кабинете. Бонусы в мировом рейтинге. Я вам сказал, там каждый месяц 10 людей, 10 наиболее инвесторов получают деньги с этого джекпота. Как я вам показал, это неважно. Но используйте с этим системой степ-ап. Расскажите, поговорьте с вашим новым человеком, почему ему нужно сделать два взноса в течение 7 дней, когда он регистрировался. Потому что вы получаете баллы, вы можете быть в рейтинге страны и в мировом рейтинге. Я очень рад делаю вместе с этими два системами, потому что я тоже участвую в этом левелап программе. Это очень-очень хорошая мотивация для новичков, для новых людей. Потому что и старые клиенты, и новые клиенты, у них самая возможность каждый месяц использовать эти системы. Только с моей стороны. Я еще раз благодарю вас. Спасибо вам за вашу работу. Я буду очень рад, когда уже будет возможность для нас посетить вас снова. Потому что мне очень-очень нравилось, когда я был в Грузии. У меня там много-много знакомых, новых знакомых. И еще раз поздравляю вас. И спасибо, что вы пригласились сегодня на эту онлайн-конференцию. Я думаю, что в течение одного месяца, возможно, мы будем, здесь, возможно, встречаться тоже лично с вами. Благодарю вас и передаю слово Владимиру Маслову, который отвечает на ваши вопросы. Спасибо, Франтишек, за теплые слова. Я приветствую всех присутствующих. Я рад, что у вас идет вебинар, несмотря на то, что мир находится на различных фазах ограничений, назовем это так. Это говорит о том, что вы смотрите, вы интересуетесь, вы смотрите в будущее и задаете вопросы. Поэтому я построю свое выступление большей части всего на ответе на вопросы. Вот, а дальше мы уже с вами посмотрим, что тут получится. Кстати, сегодня, не сегодня, а май месяца как раз проходит три года с того момента, когда первый раз встретился именно с лидерами вашей грузинской команды. Вопросы. Итак, хотелось бы знать, когда примерно начнем получать дивиденды. По этому вопросу я вам могу сказать, что это зависит не от того, как я хочу. Это зависит не от того, как вы, кто задаете вопрос, желает. Это зависит даже не от того, как хочет Юницкий, генеральный конструктор, автор идей и так далее. Это зависит от очень-очень многих факторов, которые не позволяют сегодня сказать точно, будет ли это 1 июля следующего года, будет ли это 1 июля или после 1 июля 2022 года. Но я лично вам хочу сказать, а я дальше покажу вам, что для того нужно, чтобы получить дивиденды. На польском вебинаре или в Польше задали такой интересный вопрос, извиняюсь, не в Польше, а в Прибалтике. И я показал расчет. Я его и вам покажу. Этот расчет показывает, с какими деньгами, сколько надо компании накопить или получить дохода и прибыли, что самое главное, с которой платят дивиденды. Но для этого нужно еще целый ряд других условий выполнить. Понимаете? Поэтому, прикинув все, что есть, я вам могу сказать, что я не исключаю, лично я, это мой прогноз, мой личный, это не обещание, это мой личный прогноз, что я прогнозирую, что получить какие-то дивиденды, а какие, мы еще об этом поговорим в следующем году. И вот смотрите, значит, условия. Здесь есть такой расчет. Человек задал вопрос, сколько я должен вложить в фирму, он задал с другой стороны, сколько должен он вложить в фирму, чтобы получать доход 5000 евро в месяц. Понимаете, да? Это серьезные дивиденды. Я умножил, помесячно навряд ли будут дивиденды выплачивать, это очень, как бы, хлопотно и дорого. Обычно по всему миру дивиденды выплачиваются один раз в год, по результатам, то есть в этом году, по результатам прошлого года, в текущем году, после того, когда результаты все подведены, и обычно после июня месяца, то есть начиная с июля месяца, следующего года за отчетным. Таким образом, человеку нужно получить всего дивидендов в 60 тысяч, если он хочет по 5000 в месяц получать. Если на одну акцию будет одна тысячная, то есть одна десятитысячная евро, то 60 миллионов акций надо ему иметь, так, ему надо иметь 60 миллионов акций, чтобы получать 60 тысяч в год. Если на одну акцию будет одна тысячная евро дивидендов, то ему надо иметь 6 миллионов акций. Вот и считайте, сколько выгодно иметь в, значит, в портфеле акций. Теперь, если человек хочет иметь не 5000 в месяц, а 500, разделить это все на 10, понимаете? Соответственно, тогда здесь можно на 10 600 тысяч достаточно ему будет, а здесь ему достаточно будет иметь, значит, на 10 6 миллионов акций. В зависимости от того, сколько будет дивидендов на одну акцию. Как это считается? Чтобы получить вот эту одну десятитысячную от евро на акцию, сумма прибыли компании за год должна быть 140 миллионов евро. И 20% пойдет на дивиденды, это значит, что сумма, с которой будут выплачиваться дивиденды, всем будет 28 миллионов евро. Это будут дивиденды на все три компании, эти пойдут как бы, это дивиденды на все вот эти акции, которые распределятся по компаниям. Евразия НРС КВС Холдинг, Евразия НРС КВС Холдинг 2, Евразия НРС КВС Холдинг 3, акциями которых мы владеем. Теперь мы рассчитали, что на дивиденды пойдет при таком доходе, при такой прибыли, отсюда идет 20%, это 28 миллионов. 28 миллионов, тогда все получат по такой сумме на одну акцию. Чтобы получить прибыль 140 миллионов, при 25% доходности проекта строительства, оборот компании должен быть не менее 560 миллионов евро. Или же, я перевожу это на то, что можно руками потрогать, это нужно построить за год не менее 111 километров трасс. Это вполне реализуемая вещь. То есть, что я хочу этим сказать? Расчет показывает, что достаточно реально получить. Но если мы хотим получить по одной десятитысячной, то это все надо умножить на 10. Тогда здесь надо получить не менее оборот, не менее 5 миллиардов 600 тысяч, тогда построить надо 1110 километров. И это тоже реализуемо в ближайшее время, понимаете? И отсюда так, что человек, который задал вопрос, вполне реально, чтобы ему это дело выплачивать. Это абсолютно реальные цифры. Вернемся обратно. Есть еще целый ряд условий, я потом о них еще скажу. По выплате по дивидендам. Второй вопрос. Повлиял ли коронавирус на строительство в Шарже и когда будет открытие этого проекта? Ну, как сказать? Он прямо не повлиял. Он просто заставил обратить внимание на экономию. Процесс там идет. Все, что зависит от компании, которые строят, все нормально. Единственное, там есть некоторые задержки компаний-подрядчиков, которых подрядила наша компания для строительства. Но это все абсолютно регулируемые вопросы, поэтому, скажем так, опозданий сильных не будет. Будут, может быть, немножко сроки сдвинуты. Когда будет открытие этого проекта? Я не знаю, какой проект вы имеете в виду. Скорее всего, там уже открытие было, первое движение по трассе. Но я, скорее всего, думаю, что вы имеете в виду 2,5 километра. Ну, не знаю. Я не могу сказать, когда это будет. Потому что есть план. Предполагалось, что это будет к Экспо. Но, если теперь смотреть, что Экспо перенесли на следующий год, то это не значит, что это будет открытие в следующем году. Потому что это очень необходимый проект, и от него зависит именно получение эксплуатационных, то есть, скажем так, сертификация уже в эксплуатационных режимах. И это очень важно для нас и в маркетинговом смысле, и в смысле освоения рынка. Так что срока я не могу сказать, не беру на себя даже прогнозирование. Можете послушать дополнительно еще ответы на вопросы Анатолия Дарьковича Юницкого, но там я тоже не услышал точного ответа. Планируется ли строительство струнного транспорта в Азербайджане? Что необходимо сделать для этого? Как устроить процесс развития Скайвей? Ускорить. Вы знаете, ускорять процесс развития Скайвей не сильно надо, он идет по запланированному пути. Все задержки, они не от Скайвея зависят, к счастью, если проанализировать весь ход 14 этапов. Все задержки, которые были, все изменения, которые произошли в условиях Белоруссии, необходимости перевода. Ведь в бизнес-плане и в проекте не было, что будет построена инновационная площадка в Шарже, в Объединенных Арабских Эмиратах и так далее. Это все по проекту развивается, по проекту входит. Поэтому, значит, что касается Азербайджана, я так думаю, что Скайвей будет, или вернее, технологии инновационного транспорта на струнной технологии Юницкого или струнной технологии Скайвей будет везде, в том числе и в Азербайджане. Это такой вопрос, о котором надо тут более основательно рассказывать. Но нужно искать возможности, значит, возможных решений и финансирование этого дела. А дальше уже состыковываться. И есть группа, которая ведет подготовку, скажем так, предпроектные исследования, подходит ли идея, с которой приходит человек, эти все вещи делать. Если вы хотите точно знать, обратитесь или к Давиду Гетенадзе, или МЗИ Кириселидзе, и они вам помогут, значит, связаться с нужными людьми, чтобы посмотреть по поводу проекта в Азербайджане. Почему компания нам, так, компания нам поменяла доли по 50 центов на каждый токен, а выставляет на открытую продажу по 10 центов за 100 тысяч токенов, я заплатил или человек заплатил, я тоже заплатил, 550 долларов, ждем вразумительный ответ. Значит, вразумительный ответ следующий. Дорогие, дорогой коллега или дорогой партнер, кто вы там есть. Вот, мы меняли, и, значит, у нас, как бы, было 50 центов, мы нереальные деньги платили, понимаете? Мы меняли доли в отношении к так называемым акциям. Те акции или доли, которые вы приобретали, я в том числе, я приобретал не по одному центу, я их приобретал там по дисконту значительно, причем на момент, когда этот обмен был, дисконт был достаточно высокий еще, понимаете? То есть здесь нельзя так рассчитывать, это во-первых. Во-вторых, никто не сказал, что те токены, которые вы сейчас в резерве там у себя имеете, значит, в своем кабинете специальном, что они точно такие же токены, как и те, которые сейчас приобретают, которые находятся в продаже по 0,1, то есть по 10 центов. У них совершенно другой вес может быть. Мы еще не знаем, еще нам не делали предложений, мы еще не имеем возможности, мы не знаем условий, по которым мы сможем эти токены использовать после того, как откроется так называемое открытое размещение, которое запланировано в белой бумаге, вернее, по крайней мере, описано в белой бумаге, что это будет не ранее первого, начало будет не ранее первого июля этого года, и будет длиться целый год, так называемое, вхождение нас с нашими токенами в этот процесс. Поэтому нельзя так рассчитывать, значит, вот я, вы же не считаете, сколько вы вложили на то, чтобы приобрести эти 550 долларов. Я могу вам сказать, что я прикидывал примерно, во сколько мне обошлись 550 тысяч долларов, это было значительно, значительно меньше, я сейчас точно не помню, чем по 10 центов за токен я заплатил, если так смотреть. Моя себестоимость этого, то есть я прокаррититовал проект, и у меня образовалось на моей полочке 550 тысяч акций по так называемой номинальной стоимости 1 доллар. Понятно, да? То есть это еще не те доллары, и, скажем так, их себестоимость совершенно другая. Поэтому, если я рассчитаю обратно, я рекомендую вам это сделать, то получится меньше, чем по 1 центу. Но, тем не менее, все равно у нас будут определенные, как бы, преференции или преимущества, когда процесс использования токенов выйдет на открытый рынок. Вот, более разумительно, пока ничего не могу вам сказать. Будет ли проведена конференция в Баку, и когда планируется? Вы знаете, трудно планировать, это же процесс такой, это вы задаете, например, супруге или, скажем, девушке, задаете вопрос, слушайте, когда у вас свадьба будет? Ведь в свадьбе участвуют как минимум две стороны. Я уже не говорю о родственниках одной и второй стороны. То есть это очень широкий круг. Так и в конференции. Когда Баку готово будет сделать предложение, будут возможности, это будет целесообразно, будут выполнены определенные условия, что, скажем так, эта свадьба будет иметь смысл, там будет много людей, то совсем другое дело. Хотя, в принципе, когда мы первый раз были в Тбилиси в свое время, но там было время немножко другое, понимаете, то тогда, скажем так, был сначала вообще круглый стол бизнесменов, которые послушали, посмотрели на нас, вот, когда мы там были, и дальше начался процесс. Поэтому сейчас мы более весомые, мы уже не на восьмом этапе, даже не на девятом этапе, мы уже на четырнадцатом этапе, поэтому это надо планировать. Две стороны будут, и тогда будет этот процесс. Я не вижу здесь, что это невозможно. Возможно. Надо планировать. Откроется ли внутренний рынок на пятнадцатом этапе? Вы знаете, я должен вам сказать, что внутреннего рынка как такового вообще не будет. Его не целесообразно делать. Ведь, в принципе, так называемый легкий внутренний рынок, что значит внутренний рынок? Я понимаю, что человек вкладывает все. Сможем ли мы внутри начинать там, я, например, с Давидом продаю Давиду свои акции, или он мне их начинает продавать, или вообще кому-то куда-то, да? Нет. Этого нельзя делать до, значит, это четко юристы определили, до выхода на открытый рынок, никаких таких продаж внутренних делать нельзя. Понимаете? Это ограничение. Если об этом узнает биржа, на которую будет выводиться, то их просто не примут эти акции к обмену. Поэтому, в конечном итоге, даже я когда-то говорил, что будет какой-то там внутренний рынок, может быть, и так далее. Извиняюсь, я просто вот, значит, не совсем до конца знал нюансы, юридические нюансы вывода акций на биржу. Поэтому внутреннего рынка не целесообразно, во-первых, делать. Кто от этого что получит, когда мы между собой начнем торговать? Никто. А нам нужно проект выполнять. Вот что самое главное. Я после вам покажу, что вообще проектом является, и зачем мы это делаем. Мы делаем для того, чтобы выйти на мировой рынок, а не торговать на бирже внутри у себя, понимаете, на утром рынке. Нам важно выйти на открытый рынок. Вот, и поэтому введение токенов и все это, это тоже элемент, так называемый, скажем, расширение инструментов инвестирования сейчас до 15 этапа и дальше уже по проектам, которые нам надо все время объем наращивать и наращивать. Ведь МЗИ я сегодня говорил, а кто ее слушал, что фактически, друзья, мы являемся родоначальниками, вместе с гениальной идеей Юницкого, родоначальниками выхода и создания мировой отрасли, отрасли новой, инфраструктурной отрасли, транснет, то есть транснациональная, трансконтинентальная транспортная система и все производство, которое будет это обслуживать. Это большой бизнес, поэтому надо осознать, мы все входим, кто вошли и следят за этим, мы являемся со-владельцами этого бизнеса. Это большой бизнес. Отвечаю дальше на вопросы. Сколько сегодня стоит один токен наличными, как его купить? Вот человек задает здесь вопрос, он не спросил ни у регионального куратора, не спросил у кого-то там, как его ценность будет реализована в последующий период, и как будут новости в этом отношении 1 июля. Вы знаете, ну, задал как задал, не бывает глупых вопросов, может быть глупый ответ только. Поэтому есть вопрос, надо отвечать. Мы знаем номинальную стоимость акции, когда она появится на рынке, это будет 1 доллар, да, правильно. Нам интересно, как будет номинальная стоимость токена, когда компания выйдет на рынок. Вы знаете, смотрите, вопрос в том, что если вы посмотрите план или поэтапность размещения токенов на открытом рынке, там начинается с 0,1 доллара, то есть 10 центов. И есть критерий оценки, не до бесконечности, а как только будет набрано 60 миллионов, тогда сразу переходит на 1,15 и так далее. Там есть объемы, которые надо набрать. Посмотрите, там в белой бумаге хорошо это описано, даже не важно, какую вы посмотрите, посмотрите ли последнюю версию или предпоследнюю, или первую версию. Вот там это все написано. А токены потом уже, они будут, я так думаю, что на первых этапах они не будут сильно, они будут размещениями размещаться. И с какого-то момента компания может принять решение, согласовав это с биржей, на которой будет использоваться, то есть так называемую котировку токенов запустить. Тогда можно будет говорить о каких-то других биржевых стоимостях этих токенов, если они таковыми станут. Это тоже еще вопрос. Я еще нигде не видел такого решения, что они станут разменными. Можно ли продлить период покупки пакета с дисконтом 1,60 и так далее в течение хотя бы одного месяца июля, чтобы не открылась все работы и бизнесы. Я понимаю так, что человек задал этот вопрос в связи с тем, что не может он сразу как бы использовать. Вы знаете, потихоньку инвестируйте, значит, по всей вероятности, в зависимости от того, кто уже вступил в инвестирование, я так думаю, я не даю гарантии, у него будет такая возможность это сделать, еще один пакет открыть. Но одним условием будет закройте старый пакет, откройте новый пакет. То есть, скажем так, если я успел в июне, в мае месяце, извиняюсь, проинвестировать, у меня осталось 1100 долларов еще проинвестировать, 11 месяцев, да, вот, то следующий пакет я смогу, скорее всего, открыть, как только я закрою первый. Хотя сейчас я могу их несколько открыть, понимаете? Вот, и поэтому взвешивайте, какая разница, когда вы это сделаете, значит, сейчас или же в июле месяце. Ведь сейчас вам все равно можно открыть два пакета, скорее всего, и, допустим, по 100 долларов в каждом заплатить в расчете предположение, что вы сможете потом оба пакета проплачивать. Вот, и все. И там не надо сильно, сильно выскакивать из своих, из своей одежды. Когда будет продано, вот, вот этот вопрос я совсем не понял. с какого, скажем, с какой информацией человек говорит, что 32% акций компании. Будет ли компания уже, нет, нет. Будет ли компания уже находиться на международном фонде? Нет. Автоматически ничего не происходит. Я потом вам там позже расскажу, как вообще, не как, а основные элементы, когда на IPO выходит, что является условием, да? Вот. Главное, чтобы было продано, или вернее, там условия не сколько продано, а там условия, сколько должно остаться? А должно остаться минимально хотя бы 50% плюс одна акция от компании, которая выходит, от акции компании, которая выводится на биржу. Минимально 50% всех акций, да? В нашем случае, показываю на слайде, то есть, это значит, что должно быть как минимум половина от этого акций плюс одна акция. Если будет больше, то хорошо, но не меньше. Понятно, да? Вот, что является условием, а не то, что 32% и еще там чего-то. Итак, находится в анавирусе, или это процесс все еще займет, займет, займет время, я вам потом покажу. Может ли компания развиваться таким образом, чтобы дивиденды выплачивались до того, как она выйдет на биржу? Нет. Да, конечно, может. Может, конечно. Биржа не является условием выплаты дивидендов, и даже 15, 15 этап не является условием. Кто-то спрашивает иногда, что можем ли мы дивиденды получать, 15 этап еще не закончился. Не надо связывать ни с 15 этапом, ни с выходом на биржу. Это отдельно. Условием выплаты дивидендов являются вещи, которые я позже вам сейчас покажу. Так, я не хочу сейчас перепрыгивать. Кто будет гарантом вложенных мною инвестиций одна личность Анатолий Юницкий, банки или государство? Государство тут вообще ни при чем. Государство, в данном случае, где материализуются эти средства, это Беларусь, это белорусское государство, потому что заострованные технологии, где в основном капитализация сейчас происходит, в какой-то степени теперь уже и объединены Арабские Эмираты, это государство, в которых отвечает как бы за сохранность этого имущества, это его функция государства, в случае, если платятся там налоги и так далее, и так далее, то есть взаимные процессы, поэтому это гарантия. Теперь вторая гарантия вложенных инвестиций, это акции, которые человек получает, понимаете? Это гарантия. Я вложил 100 долларов, я получил сколько? 1 к 100 сейчас, я получил 10 тысяч долларов. На 10 тысяч долларов акции. Да, 14 этап. Было время, когда получал больше, а через какое-то время буду еще получать меньше. Это гарантия. И гарантией является то, что средства, которые я вкладываю, или каждый из нас вкладывает, сначала он как бы даже не вкладывает, а сначала он кредитует, и потом принимает решение, что залог акций забрать себе. Поэтому это вторая такая основная гарантия. Ну и естественно, конечно, в какой-то степени юницкий неоднократно Анатолий Эдуардович высказывался, что он считает, что он сделает все для того, чтобы акции вышли на рынок. Это его право, это его как бы миссия, как он считает, и я его вполне поддерживаю в этом праве. Это правильно. Теперь это мы с вами уже разобрали. Двенадцатый вопрос. Почему осуществляется двойная конвертация отправленных мною долларов? Не знаю, как вы отправляете в российские рубли, когда мне известно, что это не российская компания. В Грузии это плохо воспринимается. Ну, я не знаю вам сказать, я не знаю, по какой системе вы это отправляете. Отправляете по нормальной системе, и тогда никто не будет в рубли, ни долларов ваших конвертировать, ничего такого делать. Понимаете? Мне трудно сейчас здесь сказать. это надо конкретный случай посмотреть. И что это не российская компания, здесь, тут конвертация скорее всего зависит от системы проведения ваших денег к получателю. Вот в чем вопрос. Да, согласен. Не только в Грузии, в Эстонии это тоже не очень хорошо воспринимается, когда деньги, бог знает, как-то идут. Но что поделаешь, какой системой воспользовались. Тринадцатый вопрос. Если моя инвестиция осуществляется в Skyway Community, напомню, я сразу при задаче вопроса поправлю. Не в Skyway Community вы инвестируете, вы инвестируете вот куда, в Global Transport Investment, вот в эту компанию. И в залог получаете сейчас в данном этапе акции Евразия Rail Skyway Systems Holding 3. В залог получаете. Это раз. Теперь Skyway Community является с одной стороны гарантом того, что вы проинвестировали, деньги он доведет до Global Transport Investment. он перед ним является вашим представителем и для вас является агентом, что он обеспечит от Global Transport Investment, который является материнской компанией Евразия Rail Skyway Systems Холдинга, что эти акции будут зарегистрированы в случае, если вы пожелаете взять в залог на наше имя. Вот основные его функции. То, что там Skyway Capital написано, это вы знаете, там посмотрите в договоре, что там написано. осуществляет площадка, сейчас называется Skyway Community, которая осуществляет площадка. То есть механизм настроен этой компанией, она осуществляет. А название компании, там они зависят от того, надо посмотреть в договоре, когда вы делаете инвестицию, в договоре все сказано на тот момент, какая компания является агентом и какая компания является гарантом. Вот что самое важное. И получатель, он никогда не выдаст раньше акции, если он ваши средства не получал. Вот. Посмотрите в договоре, там все, вы все это право имеете, там все открыто и прозрачно. Где в какой части, 14 вопросов, где в какой части осуществляется вложение, сделанное к мною инвестиции? Скажите, на что конкретно будет потрачена сумма? вы знаете, вы знаете, это примерно так, что я сейчас бросил щепотку перца в большой чан, скажем, хорошей похлебки, и теперь задам вопрос, в какой ложке будет этот перец? Он в супе, он в проекте, дорогие друзья, понимаете? и теперь конкретно, если вы хотите знать именно во что идет, это проект. Что такое проект? Пожалуйста, покажу вам, что такое проект. Проект, дорогие друзья, это технология и ее сертификация, с одной стороны, в проекте так и написано, что основная цель проекта это сертификация технологии, технологии, инновационной технологии струнного транспорта, Skyway можно взять, написать, а можно его не писать, и вывод этой технологии на рынок строительства. Вот это проект. О проекте все точно и четко сказано в бизнес-плане. Но, если вы хотите посмотреть, куда идут средства, есть финансовый план, в вашем кабинете вы можете в документах его найти, и там четко поэтапно написано, с одной стороны, сколько на данном этапе, на конкретном, на 14 этапе, значит, полтора миллиарда залоговых акций выделены по 25 миллионов инвестиций. И там расписано, что на этом этапе должно быть сделано. Вот и все. И следите за рекламой. В рекламе всегда прекрасно видно, извиняюсь, в информационных потоках прекрасно все видно, куда это идет. Вот. Вся капитализация в зоостронных технологиях, вся капитализация в шарже, это все за счет чего? Это же не из воздуха возникает, дорогие друзья. Конвертация моих денег в российский называют много вопросов. Вопросов четыре. Я не собираюсь вкладывать деньги в российский бизнес. Вы не вкладываете в российский бизнес, вы вкладываете деньги в проект. Теперь конвертация, еще раз я уже объяснял, не буду больше мусолить этот вопрос. Это просто вот, ну, скажем так, кто является или кто перевозит, тот и деньги берет. Понимаете? Это как кто перевозит человека через рот, тому и за билет платить. Это вы платите за билет, потому что приходится именно этому перевозчику ваших денег к цель, пункту назначения нужно, скажем, перевести это в рубли. Если этого нет, то платите по другой системе, там не будет этого. И не будет поддержки этого бизнеса. Анатолий говорит в интервью, что организация, которая будет привлекать инвестиции, его не касается. Что это значит? Вы знаете, естественно, конструктора ведь очень правильно, ведь сейчас какой этап наступил. Я сейчас буду показывать вам, что от чего зависит выход и на IPO, и на STO, и вообще весь наш бизнес. Нельзя в одну кучу все сваливать. Есть технология, ведь ребрендинг, почему был проведен ребрендинг? Он для того и был проведен, что святое, то есть мухи и котлеты должны держаться отдельно. Я прошу прощения за такое сравнение, но оно наглядное. Понимаете? Ведь технология Skyway или инновационная технология струнного транспорта, инновационного транспорта Skyway автором, генеральным конструктором является Юницкий. Теперь вы представьте себе, что Юницкий говорит, нет, я еще инвестициями занимаюсь. Прошло это время, когда мы не понимали это и путали все, понимаете? Ведь мировой СМИ уже как только не обзывали уважаемого генерального конструктора, понимаете? Хотя он никаким блоком, ведь пытались его за какие-то финансовые махинации и так далее в Литве привлечь криминальной ответственности. Пытались, пытались два года, извинились, отпустили все закрытые счета, все арестованные счета, все арестованные имущества все вернули, и извинились, что нет состава никакого преступления, ничего нет. Понимаете? То есть он занимается четко только конструированием и обеспечением технологий. То есть он занимается чем? Сейчас покажу вам в проекте. Он занимается вот этим сердцевиной, он занимается проектом. Мы все остальные занимаемся привлечением средств в этот проект. Вот в чем разница. И естественно, условия выхода на мировую биржу, на мировой рынок, они требуют этого, чтобы было четко сказано. Причем не настолько четко сказано, а чтобы мы понимали. Поэтому его это не касается. Он обеспечил ноу-хау или так называемую интеллектуальную собственность. Он обеспечил юридически и организационно вложил ее в GTI. GTI создала материнская компания, создала компании, которые выдают залоги. Все! Весь процесс организуют те, кто наняты. То есть Skyward Community, RSV Systems, ну и был еще большой делатель в кавычках так называемый свик, которого уже нет среди нас Царство ему небесное. Понимаете? Условно говоря. Потому что он очень много наворочил всего хорошего в кавычках. Поэтому вот шестнадцатый вопрос такой. Семнадцатый вопрос, дорогие друзья. Например, я купил, человек купил 105 1600 акций или не купил, а он инвестировал или купил, а извиняюсь, инвестировал приобрела, стала владельцем, правильнее так сказать. Купли, продажи нет. За 2000 долларов. Когда компания окажется на международной бирже, тогда цена одной акции составит, она будет так называемая котировочная цена при выходе на биржу до 1 доллар. то есть цена моих акций не цена ваших акций, а ценность ваших акций будет такова 105 1600 долларов. У меня вопрос, сколько будет облагаться налога, но это так. Отвечаю, 2000 долларов, которые заплатил, или вопрос следующий, я не знаю, если вы задаетесь Грузии, вам надо посмотреть, как относятся к налогам на имущество, которое находится не в Грузии, а находится в другой стране. Ибо акции расположены на Евразии на Рейлс Кависи Симс Холдинг, которая находится на островах Британской Вирджинии. Это юрисдикция, вообще британская юрисдикция, и она вообще не в Грузии. Теперь со всего ли мира надо платить имущество, какое бы там ни было человеку? Это во-первых. Во-вторых, поскольку это не в вашей стране имущество, его не надо и декларировать в вашей стране, как правило, это так. Что надо декларировать? Надо будет декларировать доход с этого имущества, вот это надо. Вы резидент Грузии, вам надо будет декларировать доход, который вы будете делать. Пока эти акции лежат у вас, просто лежат в реестре компании Евразия, Рейлс Кависи Систем Холдинг, ничего делать не надо. В момент, когда вы принимаете решение, что вы выставляете или желаете зарегистрироваться участником биржи, вы переводите их в какой-то банк, и это тоже может быть не обязательно грузинский банк, это какой-то любой международный банк, куда вы можете вывести в электронный реестр, чтобы участвовать на бирже. просто, и тогда у вас будут в банке акции, так называемые, на депозитории, депозитории будут сначала, извиняюсь, не в банк, а в депозитории, а с депозиторией вы зарегистрируете в банке. И вот тогда вам надо будет декларировать. И тогда надо будет декларировать количество акций, которые у вас находятся, если это будет банк в Грузии. Если не в Грузии, тоже не надо будет. Опять-таки, надо будет декларировать только доход, который вы получаете с дивидендом. То есть, с дивидендом надо плачить налог. Или, если вы продадите акции по стоимости, по которой вы продадите, вам надо будет заплатить налог с суммы, которая составит разницу между тем, сколько вы продали и получили, и между тем, сколько вы затратили. То есть, в данном случае, если вы все 105 600 акций продадите, например, за такую же сумму, то вы получите, как бы, вам зачислят в банк где-то, или в Грузии 105 600, вы отнимете 2000, то есть, со 103 600 долларов вам надо будет, так называемый, налог с дохода заплатить. Все, не с имущества. Понятно. Так, теперь, дорогие друзья, я обещал вам кое-что сказать, значит, по поводу того о дивидендах. Важные моменты, что это не от моего желания, не от желания Юницкого. Прибыль компании, вот первое условие вывода, получения дивидендов. Как я вам в расчете показывал. Только при этом имеется, принимается решение о выплате. Не ранее, не позже. В первую очередь, выделяется, как я там показал, 20% от этой прибыли на дивиденды. Выплата дивидендов не зависит от того, выведены ли акции на биржу, как я уже говорил, но выплата дивидендов, весомый аргумент, при выводе акций на биржу. А, я разыграл на дивиденды. О, ты смотри, они уже дивиденды выплачивают. Это очень сильный аргумент. Надо думать. Это надо заинтересоваться этими акциями. Теперь второе, что смотрят, ага, значит, что что еще при выводе на биржу очень важно. Объем уже проданных и зарегистрированных акций. Как я уже говорил, что должно быть остаться как минимум 50% акций компании плюс одна акция. То есть, на одну акцию больше, чем половина. А у нас уже почти половина будет продана, ну, неважно, не продана, а реализована. И у нее будут уже акционеры. Правильно так сказать. Это значит, что эта компания серьезная. Смотрите, сколько тысяч, сотен тысяч людей уже включили. То есть, это все аргументы к выходу на IPO. Понимаете? Вот. Что еще важно при выходе на активы на компании? Сколько активов? Сколько имущества? Какая капитализация? Объем заказов, находящихся в работе, объем предзаказов. Причем, это будут не мы говорить, ни я, ни Юницкий. Это все зафиксирует аудиторы. Это будет в отчете в специальном об этом сказанном. При выводе на IPO. Теперь, при выводе на IPO. От чего зависит дата выхода на биржу? Рекомендации. То есть, должны быть due diligence. Целый большой процесс, аналитическое обоснование выхода компании, оценка аудиторов, наличие выполнения всех требований соблюдения условий биржи. От информации, какая информация в средствах массовой информации будет о нас, о проекте, о том, насколько это серьезно, обо всем, обо всем, обо всем. О Юницком, в том числе, или о компании, и так далее. И плюс еще социальные масс-медиа, то есть, это YouTube, там, и поехали, в Facebook, в контактах, там, в Одноклассниках, и все далее. И других информационных каналов. Отрешение аудиторов, как я уже говорил, от решения общего собрания акционеров, компаний, от решения биржевого комитета. Если все это будет, а этого не будет, будем стоять и ждать, когда биржевой комитет даст свое решение о котировке этих, значит, акций. Этого не будет, ничего не будет. Это занимает, у биржи есть время тянуть до 30 дней это решение, после этого должно быть дано заключение об исправлении или об отказе. Сколько времени займет выход на IPO? Обычно эксперты считают, что в среднем этот период занимается от момента, когда принято решение и начато вот это все, от 10 до 24 месяцев. Вот. И здесь должна быть нанята для проведения и осуществления due diligence компания, имеющая лицензию, которая акцептируется вот этой биржей, которая будет принимать эти акции на IPO, то есть открытая котировку. Вот столько, значит, об этом. И теперь напоследок, дорогие друзья, я вам, у меня времени уже достаточно долго занял, я вас благодарю за внимание и я хочу вам просто показать одну важную вещь, что, смотрите, чтобы понять, проект, который я вам там показывал, он влияет на много сфер жизни, в том числе транснет решения от нового отраса промышленности, но это еще и социальные гарантии. То, что кто-то из вас, я в том числе, участвуем в этом проекте, мы вошли в мировую корпорацию, транспортную корпорацию, мы совладельцы, это значит, что при успешном, при успешном продвижении проекта, выходе на мировую биржу, мы имеем социальные гарантии. Это очень, это намного сильнее, чем какая-либо пенсия или еще что-то, понимаете? Это то, что я, вы, он, уходя из этого мира, останется родственником, детям, детям детей и так далее, и так далее, понимаете? Поэтому наша святая задача выводить проект на мировой рынок. А что мы можем сделать? Компания, генеральный конструктор делает что? Свою работу, сертифицирует то, что обещано, то, что в проекте финансовом, то, что бизнес-план написано. Мы, мы, наша святость, мы участники, мы совладельцы и мы должны смотреть, что мы можем сделать и как мы можем участвовать и поддержать этот проект. Вот что очень важно, дорогие друзья, поэтому на завершение хочу вам показать, что коронавирус, пока был карантин, как вьетнамцы отнеслись, вьетнамец прислал, то есть он первым делом приобрел эти рулоты, арендовал помещения, помещения очень по хорошей цене давались в аренду, понимаете? Он мне написал, говорит, в три раза дешевле, и я сделал сразу на год договор, понимаете? На год. Я ему задаю вопрос, это для тебя бизнес? Он говорит, да, это мой бизнес. Я своим бизнесом, вот этим бизнесом, собираюсь, и я уже спланировал, как я буду поддерживать проект. Что он дальше делает? Он дальше это оснащает помещение, сидит здесь, проводит, набирает круг людей в интернете, потому что ходить, встречаться нельзя. Дальше, следующий его шаг, он мебель сюда ставит, следующий его шаг, он уже собрал, и он начинает потихоньку с людьми встречаться, вот он, это отставной полковник вьетнамской армии, он собирает соратников, собирает с ними, вот у него уже здесь появились еще товарищ, вот он им рассказывает, он встречается, проводит, и кульминация, буквально сейчас неделя, полторы недели назад, две недели, то есть не прошлые, а позапрошлые выходные, он собрал, видите, сколько людей, это те, с которыми они встретились, там люди проинвестировали, у них сейчас карантин отменен, и вот его команда, раз, два, здесь он сам, три, четыре, пятый он, это они сделали, понимаете, и он четко пишет, меня вот просто можно вставить прямо такими плакатами, он очень просто и доходчиво говорит, это его проект, он говорит, это мой бизнес, и я буду им заниматься, чего я вам, дорогие друзья, из Азербайджана, из Грузии желаю, самое главное устойчивости, устойчивости, доброго здоровья вам, вашим близким, и бизнесу, который мы с вами вместе делаем, с кем мы делаем вместе, а кто еще не с нами, принимайте решение и присоединяйтесь, я вас благодарю, и передаю слово, значит, организаторам, всего вам доброго, есть ли еще вопросы, мой партнером, инвестор, компания будет покупать обратно акции, в этапе, нет, обратно нет, зачем, Китиван, не имеет смысла обратно покупать акции, обратный возврат, 75+, для тех, кто начинали с компании, которые начинали инвестировать еще, вот в эту компанию, те, кто начинали инвестировать, в Евразии, на Редского Систем, холдинг, был частичный возврат, 75+, до пожилых людей, чтобы их поддержать, и так далее, и так далее, более ничего пока не было, и, как вы понимаете, какой обратный выкуп, сейчас надо в проект инвестировать, так, все, дорогие друзья, кто, кому я передаю слово, Ирина Булкова, член правления, человек, который организует, и отвечает за всю работу с регионами, вот, даю ей слово, Ирина, или Мзия, спасибо, все доброе, благодарю, Владимир, надеюсь, меня хорошо слышно, благодарю за прекрасные ответы на вопросы, мы всю неделю делаем это в разных странах и регионах, коллеги, я хотела бы еще раз поприветствовать всю Грузию, мы очень соскучились по вам, хотела бы поблагодарить за организацию этой встречи наших региональных руководителей, это Мзия Кириселидзе в Грузии и Давид Гетенадзе в Азербайджане, коллеги, благодарю вас за эту встречу, за организацию, нам очень приятно сегодня общаться с вами, и вы знаете, вот, в Грузии, в Азербайджане, какой-то свой воздух, свои эмоции, своя наполненность, и вот у меня очень много чувств и ощущений от поездки, от встречи с вами, надеюсь, мы также скоро увидимся. Что я хотела бы дополнить и ответить на ваши вопросы, чисто касающиеся организационных моментов региона. Был вопрос, коллеги, касается, будет ли обновляться маркетинг. Я могу сказать, что на данном этапе у нас есть небольшие обновления, которые касаются сегодняшнего особенного положения, вы знаете, что мы все переходим, и вынуждены переходить в большей степени в работу онлайн, поэтому мы всегда, и особенно в этот период, очень заинтересованы в региональных спикерах. И так как сейчас очень много вопросов, кто такие региональные спикеры, где обучиться этому, и кто, может быть, рекомендовать, я могу сразу вам сказать, что именно этот вопрос решает каждый региональный руководитель, региональный куратор в каждой стране, поэтому вы можете подать заявку, вы можете связаться с нашими официальными представителями, то есть региональными кураторами, для того, чтобы они вас полностью проинструктировали в этом отношении. Был вопрос также, когда будет ИК-фест, будет ли в этом году состоится он, или нет, коллеги, обязательно состоится. Анатолий Эдуардович Юницкий неоднократно подтверждал, что этот год решающий. Как вы видите из ответов Владимира Маслова, что у нас действительно очень серьезно выстроена вся работа, и мы не можем пропускать какие-то этапы. Это очень серьезная и сложная юридическая схема. у нас большой холдинг, у нас большая крупнейшая компания, которая осуществляет эту работу. Поэтому нам нужно правильно, верно выдерживать абсолютно все этапы. Вопрос также был относительно, будут ли у нас продолжаться оффлайн мероприятия, то есть встречи, которые мы проводили в каждом регионе, наши встречи и мероприятия от компаний, как обучающие процессы. Коллеги, конечно, да, у нас с начала года выстроен был план на весь год, но в связи с той ситуацией пандемии, которая сейчас произошла, мы ни в коем случае не останавливаемся, мы просто быстро перестраиваемся. И у меня сейчас уже есть официальные данные международные, что с июня месяца, сейчас дается ориентир 22-25 июня, это те ориентировочные сроки, когда во многих государствах, в Европе это абсолютно точно подтверждено, будут сняты практически все ограничения. Поэтому, ну еще подождем каких-то 2-3 недели, это не так долго. Конечно, мы будем планировать и конференцию в Азербайджане, конечно, мы будем планировать конференцию в Грузию. Мы с превеликим удовольствием всегда приезжаем в ваши особенные регионы, и нам нравятся ваши люди, ваш воздух, ваша обстановка, ваш менталитет, он просто необыкновенный. Поэтому мы это будем планировать уже с июня месяца, коллеги, и делать все, что зависит от нас, с учетом, конечно, тех правил, которые сейчас мы должны соблюдать. Я надеюсь, это понятно для всех. Что я хотела бы отметить? Сейчас важного у нас происходит в компании. Коллеги, вы должны понимать, что мы не просто не останавливаемся. Да, также был вопрос, вот связанный с пандемией, есть ли какие-то изменения, послабления, проседания. Коллеги, мы на данном этапе работаем еще больше, чем раньше. У нас просто на самом деле все очень хорошо, так как мы подключаем и буквально активировали сейчас все системы и онлайн, и оффлайн вещания. И сейчас актуальность вопроса, который затронула абсолютно всех людей на планете, это тотальная безработица, которая буквально вот в этом, в следующих и последующих месяцах обрушивается на очень многих работодателей. Я думаю, вы тоже с этой ситуацией знакомы. Но что я могу сказать вам, как партнерам, как образованным взрослым людям и нашим партнерам, это то, что у нас в нашем компании, в нашем фонде с этим вопросом все очень хорошо. Мы на сегодняшний день можем от нашего фонда, вы можете от нашего фонда предлагать людям сотрудничество, предлагать работу. Это просто архиактуальный сейчас вопрос. Вы можете предлагать сотрудничество и вы можете предлагать обучение. У нас очень хорошая выстроенная система дубликации. И сейчас абсолютно по всему миру, во всех регионах, если у вас есть там же друзья и партнеры, у нас проводится уже на 18 языках мира различного формата мероприятия онлайн, еженедельные презентации для новичков и еженедельное обучение для новичков. Поэтому, коллеги, это наш очень большой плюс, это очень наш большой козырь. Я говорю, и вы, и мы, мы как одно единое целое, как одна семья. Я хотела бы сделать на этом особый акцент. Вы знаете, вот если, может быть, вы будете говорить сейчас о глобальности этого, о глобальности идей, о которой мы говорили еще несколько лет тому назад, может быть, люди сейчас это не услышат, кто-то, кого интересует именно доход. А вот если вы будете предлагать людям стабильный доход, вход в серьезную компанию, с прекрасными возможностями, с гарантированным доходом, вас услышит абсолютно каждый сейчас. И у нас от компании есть просто уникальнейшее решение и большая благодарность Анатолию Эдуардовичу Юницкого к абсолютно всем инвесторам и партнерам. Это те программы, которые у нас есть, с повышенным дисконтом. Я в этой компании сотрудничаю с 2014 года и могу заверить вас и подтвердить тот факт, что за все эти 6 лет у нас была только одна такая акция, когда мы начинали только сотрудничать, не было абсолютно ничего, и этим первым людям была дана возможность участия с повышенным дисконтом. Коллеги, сейчас прошло уже 6 лет и такая акция повторяется из-за тех обстоятельств, которые вы знаете сейчас с пандемией, когда очень многие компании, фирмы делятся своими продуктами в благодарность к участникам, в благодарность к своим клиентам, в благодарность к своим сотрудникам. У нас сейчас эта ситуация также проявлена на определенный период. И, коллеги, я просто призываю вас сфокусировать свое внимание на этой акции именно на этом периоде. Практически остался только один месяц. Я очень рекомендую вам сейчас подумать о новых людях. Может быть, вам кажется, что сейчас их нет. Вы уже рассказали эту информацию всем своим знакомым. Поверьте, очень много людей, которые сейчас ищут возможность дохода. И мы именно та компания, вы именно те партнеры, которые можете открыть двери другим людям именно для нового дохода. Это важно. Вот просто сакцентировать свое внимание на этот месяц, на июнь, и поработать с людьми, предложить такую возможность. Первое, что вы сделаете, очень благое дело для себя, вы сделаете ваш доход собственный, личный, очень стабильным, потому что эти программы рассчитаны на год, когда человек инвестирует, то есть ежемесячно вам приходит тоже определенный бонус. Покажите эту систему новым людям, вашим партнерам, тем людям, которые бежали, суетились, и им некогда было обратить внимание или изучить досконально наш проект, вникнуть во все тонкости. Мы будем продолжать отвечать на ваши вопросы постоянно, но именно сейчас большая рекомендация. Я лично сама это делаю и вижу хорошие результаты по своей команде, по своей структуре. Посвятите следующий месяц, июнь, все эти 35 дней именно возможности участвовать в программах с таким дисконтом. Такого больше не будет. Это абсолютно достоверно. Но все, кто сейчас входит в эти программы, в дальнейшем также может ими воспользоваться. Владимир Маслов также об этом сказал. Поэтому, коллеги, у нас действительно все хорошо. Какие бы изменения не были, мы очень стараемся структурироваться, мы очень стараемся выстраивать сервис. Мы сейчас работаем над созданием отдельного канала Телеграм, чтобы все наши партнеры моментально получали все новости на разных языках мира, чтобы был доступ ко всем новостям уже на разных каналах в телефоне, в Телеграм для быстроты принятия решений. Мы сейчас очень серьезно с кураторами на рабочей встрече будем говорить о том, чтобы промониторить все возможные популярные системы платежей, чтобы действительно улучшить, упростить, ускорить качество нашей работы, нашего сервиса мы очень стараемся. Давайте мы все вместе постараемся, у нас будут очень хорошие результаты. Поверьте, этот год действительно решающий. Очень много уже преддоговоров, и это та информация, которую дозволительно оповещать только наши официальные источники головной компании, поэтому я надеюсь, что мы в ближайшие месяцы будем уже знать новые новости, будем знать все даты наших мероприятий, кофе-стов, плановых встреч и так далее. На сегодняшний момент вот вы знаете, мы работаем просто в 3, в 4, в 5, в 10 раз больше, интенсивнее, и это очень, я думаю, даст хороший результат и положительный для нас, для всех. Поэтому давайте мы очень активируемся и этот следующий месяц, я думаю, у нас будет очень такое, знаете, как говорят, горячее солнце. И я надеюсь, что все будет хорошо. У нас есть несколько еще рабочих вопросов, которые касаются уже региональных руководителей, наших лидеров. я думаю, что мы на следующей неделе на рабочих последующих планерках будем давать ответы. И, конечно, продолжать формат встречи и ответы на вопросы для каждого региона. Если есть определенные какие-то вопросы, вы можете их писать региональным куратором. Мы формируем так называемые опросники для того, чтобы своевременно давать все ответы на вопросы. Но поверьте, коллеги, в каждом стране, в каждом регионе все вопросы повторяются. Мы, конечно, знаем их наизусть, но еще вас уверяем, все этапы, которые мы должны пройти с вами вместе, идут, как говорится, четко по расписанию. Это так и есть и так и будет. Поэтому все хорошо и все замечательно. Давайте мы подключаемся и мы с вами сделаем очень хорошую качественную работу. Я еще раз хотела бы поблагодарить вас за тот свет, за тот ваш вклад, который вы делаете в наше общее дело. И мы на связи всегда рады отвечать на ваши вопросы, помогать. И я надеюсь, все будет у нас здорово. Спасибо вам, коллеги. И я еще раз благодарю всех организаторов за эту встречу. И передаю слово Мзи Кирис и Лидзе. Спасибо вам, коллеги. У нас остались некоторые вопросы, которые дали наши гости, партнеры и наши гости. Несколько вопросов, я думала, Давид озвучил, или передал он уже эти вопросы. Поэтому, раз у нас осталось 10 минут, мы хотим использовать это и ответить на вопросы нашим гостям. Я хочу подчеркнуть, что у нас сегодня присутствуют с Азербайджана партнеры, гости, грузины и еще гости из Турции. И у них тоже есть какие-то давид еще не передал, я жду Давида, он обещал меня тут перевести, я не вижу вопросов. Нет вопросов, нет еще. Давид, приветствую. Не слышно, Давид. очень плохо слышно, надо настроить. Говорите, Давид, уважаемый, очень плохо слышно вас, надо настроиться. Давид, вас не слышно, я не слышу, о чем вы говорите. вы говорите. Я не не не